В районе Шалакына ведутся работы по строительству водопроводных сетей. На эти цели выделили 90 миллионов тенге. Развитию села Кривощоково способствует местное товарищество. В скором времени откроют молочно-товарную ферму, что позволит трудоустроить 30 человек. Глава региона Кумар Аксакалов посетил населенный пункт и лично убедился, как развивается инфраструктура села. В рамках рабочей поездки в район Шалакына Аким Североказахстанской области Кумар Аксакалов посетил село Кривощоково. Здесь проживают 670 человек. Ежегодно для комфортной жизни сельчан местные товарищества создают все условия. В населенном пункте есть хорошие дороги и качественная питьевая вода. Уложено 10 километров водопровода, охвачен весь поселок, установлено 30 колонок. В данном селе произведена была ренконструкция накопителя. Ремонт произведен двух скважин. На данный момент идет пусконаладочная работа. В дальнейшем, я думаю, что в течение двух недель мы будем запускать водопровод. Ремонт водопровода в Кривощоково начали в мае. На эти цели выделили 90 миллионов тенге. По словам Андрея Бочарова, пока воду провели в 40 домов. Кроме того, по программе АУЕЛЬБИСЭГЭ в селе ремонтируют внутрипоселковые дороги протяженностью 7 километров. Стоимость проекта 105 миллионов тенге. Комплексному развитию села способствует ТО «Ассал Логистикс». Предприятия реализуют нужные проекты, куда вливаются немалые инвестиции. Своими планами гендиректор Габидин Балгенбеков поделился с главой региона. В связи с изменением климата и даже использованием вот этого Сергеевского водохранилища хотим именно на орошение. Вот сделать упор и планируем мы в целом до 5000 гектаров. Следующий год, в первую очередь, 356. Мы уже сделали проектно-инспектную документацию, заказали само оборудование. Сейчас уже на сегодняшний момент трубы прокладываются, электроэнергия подводится. На сегодняшний момент мы инвестировали в эти зернохранилища около 7 миллиардов. В следующем году товарищество планирует возвести молочно-товарную ферму на 600 голов. Тем самым в селе появится 30 постоянных рабочих мест. Особое внимание работникам хозяйства и сельчанам. ТО «Ассул Логистикс» старается для них создать благоприятные условия. Например, в этом году здесь заработную плату увеличили на 20%. У ТО «Ассул Логистикс» очень хорошие и нужные проекты. Видно, что предприятие работает на благо развития села. Появляются социальные объекты, создаются рабочие места, село развивается в лучшую сторону. Много лет у нас не было дорог. Теперь они наконец-то появились. Это очень замечательно. Планами и работой товарищество глава региона остался доволен. По словам Кумара Аксакалова, село должно быть образцовым, что и пообещал сделать кабинет Балганбеков. Видите, планы большие. В целом много инвестирует, много техники новой покупает. Очень важно, что компания будет заниматься и орошением. Здесь сам Бог велел заниматься этим орошением. Водохранилище рядом. Поэтому этот проект тоже надо реализовывать. Это опять-таки новые рабочие места. И огород, и овощи, и овощехранилище, и все остальное. Очень много компаний инвестирует в оборудование и в технику. Новую технику сколько Вы приобрели? Мы на сумму 10 миллиардов. 10 миллиардов тенге приобретено новой технике. Абсолютно все заменено на новую технику. Соответственно, должна повышаться производительность труда, должна повышаться урожайность. Урожайность у Вас в этом году 22, да? Да. По зерновым. В прошлом году сколько у Вас было? Ну, учитывая, что была засуха, мы получили около 17 центров. Кроме того, в селе улучшают инфраструктуру. Установили освещение на всех улицах. В планах ремонт школы и сельского клуба. Проект на сметные документации уже разработали. Продолжение следует...